Комментарий. Как не начать пить, если нет интереса к жизни? Полный пофигизм, 37 лет, второй год трезвой жизни, 20 лет алкогольного стажа. Я скажу так, что первое, что мне приходит на ум, когда задают такие вопросы, первое, что нужно обязательно осознать человеку, который озадачен поиском ответа на этот вопрос, это нужно понять, что наконец-то пришло то время, когда тебе уже пора заняться собой, когда тебе уже нужно понять, почему оно так, откуда берется этот вопрос. Ну как вот по-простому так ответить? Взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Настолько банально это звучит, но я сейчас попробую пояснить эти слова, чтобы это как-то стало скорее не столько скучно, сколько понятно. Вот смотри, для чего мы пьем алкоголь? Чтобы свалить от самого себя. Вот это вот если просто объяснять, не вдаваясь во всякие медицинские, научные темы, а вот просто по-простому, по жизни вот так вот. Для обычного человека, почему человек пьет алкоголь? От неудовлетворения. И конечно же, все остальное сопутствующее, когда человеку показали, что это нормально, это хороший способ. Вот у тебя, например, сложности в жизни, и вот есть такой момент, как эти сложности можно немножечко сгладить. Вот мы сейчас возьмем, выпьем, и все будет хорошо. Но это не так. Вот этим самым нас с вами обманули, нас наебали. Здесь с нами поступили откровенно, некрасиво и нечестно. Нас просто увели от ответа на этот вопрос. Потому что, ну да, алкоголь это наркотик. То есть мы к нему привыкли и к нему тянет. Это есть. Но когда человек начинает понимать, что здесь уже он идет куда-то не туда, и причем при этом он не может от этого отказаться. Понимаешь, в чем фишка? Такая какая-то, просто вот, как белка в колесе, которая бежит, бежит, хочет куда-то там прибежать, но никогда никуда не прибежит. Как вот этот вот бег за морковкой на веревочке. Это тупиковый путь, мертвый. Этот путь никуда не приведет. И для того, чтобы из него выйти, вот здесь уже нужно включить тот самый разум, который дал нам Бог, создатель, природа, родители, я не знаю, строение, эволюция. Тут называй как хочешь. Суть от этого не меняется. Здесь придется применить тот инструмент, который нас отличает от животных. И вот ты готов это сделать или нет? И вопрос этот именно к тебе. То есть здесь не получится, чтобы папа подошел, взял за ручку и увел тебя от плохих ребят к хорошим ребятам. Здесь не произойдет так, что придет мама, обнимет, поцелует и все проблемы растворятся на маминой жилетке и на маминой сисе. Этого не произойдет. Здесь вот это сам тот момент, когда тебе нужно взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Вот так это называется. Это же формулировка. Можно ее перефразировать, чтобы она не была такой... Слово ответственность напрягает, да? Ее можно перефразировать, например, Ты сам можешь все изменить. Ты сам можешь все изменить легко. Ты сам можешь сделать так, что будет хорошо. Ты сам можешь привести себя туда, где тебе будет охрененно. Ты сам можешь найти ответ на любой вопрос. Ну вот это все об одном и том же. И что вот здесь нужно сделать? Для себя нужно понять. Вот чего ты хочешь, куда ты хочешь прийти. Если ты готов заниматься собой, чтобы уже твоя жизнь, она не была в контексте этого вопроса, который я прочитал в начале. Тем более ты же уже второй год трезвый. Это говорит как раз о том, что ты делаешь правильные шаги, но они... То есть ты отстаешь от них. То есть ты трезвый второй год, другой бы человек, он бы уже просто не думал про алкоголь и не было бы вопроса, как не запить. Нет такого в природе вопроса у многих людей, кто бросают бухать. Но и у многих он есть, как и у тебя. Потому что у тебя до сих пор работает вот эта старая программа, что за алкоголем можно спрятаться. Но за алкоголем не спрятаться. И ты это знаешь, потому что ты же говоришь, что 20 лет опыта употребления, все вот точно так же, как и у меня. Но только я уже трезвый. Девятый год, ну в этом году будет 9 лет, у меня летом, скоро уже, через несколько месяцев, можно сказать, 9 лет, и все, я трезвый. И не возникало, у меня на самом деле этого вопроса не возникало, потому что я его понял. Я раскусил. И даже если у меня была тяга, то эта тяга, я чувствовал, что я, вот я бы сейчас выпил, да. Но в ту же самую секунду я понимаю, ну я же не буду этого делать. Потому что мне легче не станет. Ничего не изменится. Ничего не произойдет такого хорошего, положительного. Ну на какие-то там минуты, да, произойдет. Там вот это вот, когда человек пьянеет, да, вот первые глотки, там первое вот это вот опьянение, оно такое прям. Вот та замануха, тот червяк на крючке, на который мы клюем. Но при этом ничего не меняется. И тут как ловить рыбу, да. Крючок, на него одеваем червя и закидываем. И вот если, ну рыба, если бы она понимала, как человек, что это замануха, там один раз она попала, сорвалась, к примеру, и понимает, что не, все, это я уже, а червяка-то хочется. Червяка-то хочется. И что, надо его жрать? Ну, попробуй, посмотри, что будет через секунду. Ну вот и здесь схема точно такая же. Поэтому до сих пор задаваться вопросом, как тут не забухать, когда что-то там, что ты там написал-то хоть, вспомнить еще разок. «Как не начать пить, если нет интереса к жизни, полный пофигизм». Ну вот, вот это, кстати, очень четко подметил, видишь, трезвость, возможно, идет на пользу, ты понимаешь, что нету интереса к жизни. Именно поэтому, какой ключевой вопрос, блин, ты вот, именно поэтому-то тебя и тянет, тебе, вот, но при этом ты же как бы к алкоголю вот так вот, как не начать пить. То есть у тебя до сих пор работает мысль не о том, как обрести интерес к жизни, а как просто, как не выпить. Как не начать опять бухать, потому что опять будет плохо. Почему бы тебе не заняться поиском этого интереса к жизни, потому что ты уже прям к этому вопросу подошел. Надо просто делать. Делать, делать, делать и делать. Искать этот интерес. Ищи. Ищи, где хочешь. Никто не знает, где найти свой интерес к жизни. Никто. Понимаешь, вот такие, как я, кто всегда чем-то интересовались. Нам проще. А есть люди, которые не знают, чем им заняться. И вполне возможно, что ты никогда не найдешь то, чем заняться. Велика вероятность и этого. Но это не значит, что у тебя будет плохая жизнь, какая-то неинтересная, ненасыщенная. Я, кстати, предлагаю всем, кто не знает, чем заняться, это заняться, как бы так сказать, поисками себя, так называемыми, познанием себя, познанием жизни. Вот чем нужно заняться. Почему мы живем, для чего мы живем, как это все устроено. Именно вот этими вопросами вечности, духовности, вопросы, вот, вопросы духовности. И ты поймешь, что, на самом деле, тебе пить вообще, у тебя не будет такого вопроса, как выпить. Потому что тебе будет интересно жить. Вот и все. Пока. Ребят, я думаю, что этого достаточно. Потому что, я так могу говорить, часами, но все вот эти вот вопросы, о которых я говорю уже последнее время, я постоянно говорю об одном и том же, об одном и том же. И вот это ключевое, интерес к жизни. Просто интерес, жить, что-то делать. Откуда это все, почему мы это теряем? А теряем мы, потому что нам придумали успешный успех, нам придумали важность секса, который, ну, не сказать, что там сильно важен. Важность еды. Мы жрем в два раза больше, некоторые в три раза больше, чем нам нужно. Для нас вот это вот важно. Девайсы якобы важны. Но с годами мы понимаем, что на самом деле это все вранье. Это не нужно. Да, это прикольно, да, это интересно, да, неплохо побаловаться, но это не жизнь. Это ее какое-то там проявление. Но ты купишь айфон, самый современный, последний, дорогой, да, ты им попользуешься какое-то время, и все. А дальше? Ну, хорошо, ты купишь себе тачку, которую тебе хочется. Ты на ней покатаешься, там, неделю, другую, третью, прикатаешься. да, хорошая машина, но дальше что? Женщина, там, трахнешь одну, другую, пятую, десятую, там, многих перетрахаешь, захочется свою именно женщину, появится своя, да, будет хорошо, это, это тоже будет частью твоей жизни, после этого опять будет вопрос, а дальше, а дальше что? И вот таким образом ты придешь к ответу, что нету никакого дальше. И это все, оно не принципиально. Есть у тебя айфон машина женщина, нет у тебя айфона машины женщины, но это все условные такие, какие-то маркеры социальные. Есть у тебя что-то там, жилье, нет у тебя жилья, это все, оно не даст тебе ответ на вопрос, как жить, как быть, и где же счастье, так скажем, которое все ищут. А счастья никакого нету, есть просто жизнь, которая происходит в эту секунду, и все. И готов ты это принять, или нет? Или ты, а как же, как это, а как же вот эта вот вся хуйня, куда вот мы все бежим? А вот в том-то и дело, что это хуйня, это тот самый бег, как белка в колесе, и бег за морковкой на веревочке. Все. А жизнь это вот то, что происходит в эту секунду. И можешь ты принимать эту жизнь, которая происходит в эту секунду? Ты можешь вот быть в этом моменте, и вот жить эту жизнь, которая в этот момент, она настолько безусильна, что тебе ничего для этого не нужно. Тебе не нужно никуда бежать. Тебе не нужно рано вставать. Тебе не нужно рвать жопу для того, чтобы... И там выбирай уже все, что угодно из списка того, чтобы убежать от самого себя. Ничего этого не нужно. Для того, чтобы просто жить, нужно понимать, что вот ты сейчас живой. Нет ничего лучше осознания того, что ты жив и можешь делать то, что тебе захочется. Например, мне сейчас хочется пойти погулять, я пойду погуляю. Я одену наушники, включу какую-нибудь либо лекцию, либо книгу, а может музыку, но это вряд ли. И просто пройдусь, пройду километров, ну, ближе к десяточке. Просто хочу пройтись по свежему воздуху в активном темпе. А потом приду сюда и пообедаю. Все. Возможно, вечером я проведу стрим. Все мои планы на жизнь. И я счастлив, что у меня настолько далеко идущие планы и что их воплотить в жизнь не стоит ничего. Понимаешь, в чем крутизна? А теперь в ответ на это контрастом к этому давайте добавим какой-нибудь там успешный успех. Ну, это я утрирую. Добавим к этому ну, какие-то вот социально значимые вещи, которым бегут все люди. Как заработок денег, обеспечивание семьи, карьера там. Ну, что-то. Вот это. Я к этому стремился всю жизнь, можно сказать. В какой-то степени. Тоже не на сто процентов. Потому что я понимал, что это надо как бы потому что надо. А надо это означает, что как бы делать то, что хочет кто-то или где-то. Но не то, что хочешь ты. Вот что такое надо. Но я хотел при этом и другого. Слава Богу, что как-то так по жизни получилось, что я для себя понял, как оно устроено. Вот это. я не против денег, не против социальных вот этих вот ништяков. Вообще не против. Это не противоречит жизни. А жизнь, опять же, я повторюсь в миллионный раз, это то, что происходит сейчас. Или что-то другое. но дело в том, что к этому надо прийти. Для того, чтобы к этому прийти. Вот я это сказал. У кого что сейчас в эту секунду изменилось? Я думаю, ни у кого. Может у кого-то одного-двух что-то там зашевелилось где-то внутри. А может быть кто-то даже давно это уже понял. Блин, что-то мысль потерял. Потому что говорю постоянно об одном и том же. Вот как говорил про алкоголь, постоянно. Теперь вот об этом. Но наверное это надо. Дело в том, что если ты хочешь хорошо жить, классно жить и не задаваться тупыми вопросами, то тебе первое, наверное, что нужно научиться это принимать и позволять. Принимать то, что вот есть сейчас здесь. Вот я стою в этой квартире, где вот такая вот обстановка. мне 44 года. Я вот там, где я нахожусь, я пришел сюда тем путем, которым я шел, в котором было это, это, это. Условную схему рисую. И я это с радостью принимаю, что это произошло. Это классно. Благодаря всей моей жизни оказался здесь. И мне здесь хорошо. В этом моменте. понимаешь? И вот если включается ум, блин, сейчас выключится, наверное, батарея. Если включается ум, то этот ум тебе тут же говорит, слушай, а у тебя нету вот этого. А у тебя нету вот того, что есть у него. И вот все, и ты такой, так, надо, надо напрячься, надо делать. И все. И что произошло? Ты потерял то, что ты имеешь сейчас. Ты уже это обесценил и побежал за какой-то хуйней. Жизнь сейчас закончилась. Началась вот эта беготня в колесе, в клетке и бег за морковкой. Все. Жизнь закончилась. Потому что жизнь это вот эта секунда сейчас. Вот и задумайся. Готов ты принять то, что есть? И позволить этому быть. Я принял и позволил. И с этих пор я расслабился. Расслабил булки. И просто живу. Конечно, сейчас опять кто-нибудь заорет. Это ты там, типа, сейчас вот, там какая-нибудь хуйня произойдет, и ты будешь там страдать, и тебе придется рано вставать, и там что-то там делать. Да. Произойдет, я приму это и позволю этому быть. Если мне придется рано вставать, я буду рано вставать и бежать на работу, чтобы заработать какие-то деньги, если у меня не будет других вариантов. Но от этого моя жизнь не изменится. Мое состояние жизни в эту секунду оно не изменится. Поменяются декорации, еще что-то, как-то сценарий чуть поменяется, но будет сама жизнь. Вот живи жизнь. Тебе не нужны для этого силы, какие-то там геморрой, какие-то сложности, тебе для этого ничего не нужно. Живи жизнь и радуйся ей, и все. И никаких алкоголях речи вообще не будет. Тебе он не нужен просто. Всем пока. Субтитры Субтитры